Так, читай, Арсен, читай, ага. Выбрать, на каком языке учиться, сегодня могут кыргызстанцы, по крайней мере, в больших городах. В Южной столице уроки в школах идут на кыргызском языке, а также на английском и русском. А именно русскоязычное образование в сочетании с кыргызскоязычным пользуется среди родителей большой популярностью. Запомнить крепко, накрепко, раз и навсегда. При этом грамотных учителей русского языка, особенно в глубинке, давным-давно не хватает. Для решения этой проблемы вот уже второй год. ВОЖ привлекают преподаватели из России. 29 таких специалистов сегодня живут и работают в Южной столице. Отмечая в Кыргызстане по сравнению с другими странами, русский язык знают лучше. И учителя-волонтеры из России работают второй год с детьми Кыргызстана. Ну и, конечно, уровень разный. Есть дети, которые знают, есть дети заинтересованы, кому-то это не нужно. Но, в общем-то, в основном ребята знают русский язык, с удовольствием учатся и с удовольствием посещают уроки русского языка. Сегодня учителя из России активно принимают участие в проведении Олимпиады по русскому языку. По их словам, на данный момент одна из главных целей – это дать школьникам правильное образование, чтобы ребенок смог одновременно и грамотно говорить и на кыргызском, и на русском языке. Если сравнивать с прошлым годом, то дети стремятся к тому, чтобы познать язык, к тому, чтобы разговаривать на нем. И в этом году нас первый раз пригласили для участия в Олимпиаде быть членами жюри. Мы с удовольствием приняли это приглашение. Но надеемся на дальнейшее сотрудничество. В Кыргызстане и Россия сотрудничают во многих сферах. Среди них образование – одна из важнейших. Так, на сегодня только ОЖГУ сотрудничает более чем с 50 вузами России. В АШИ завершается строительство филиала МГУ. Также планируется, что в Кыргызстан приедут специалисты, которые будут проводить курсы для студентов по русскому языку. В Южной столице это востребовано. Наши около 100 студентов и 12 преподавателей прошли обучение по повышению квалификации по русскому языку. Но буквально у нас тоже сейчас в настоящее время будем повышать знания русского языка у наших студентов именно в этом центре. Как раз будут преподавать преподаватели из института именно Пушкина, который находится в Москве, и из Южноральского государственного университета. Сохранение статуса русского языка как официального в Кыргызстане высоко оценил и президент России Владимир Путин на встрече с президентом нашей страны Садыром Джапаровым. Этот момент главы обоих государств признали чрезвычайно важным для двусторонних отношений. Владимир Путин добавил, что Россия будет делать все для того, чтобы кыргызстанцы имели возможность изучать русский язык у себя на родине. Отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России. Не требует дополнительных экзаменов и так далее, не создает дополнительные сложности для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию. Но, тем не менее, отмечаю ваше отношение к этому вопросу. Повторяю еще раз, это важно для обеих сторон. И хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать. Своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовать возможности для кыргызстанцев изучать русский язык у себя на родине. Определенные у нас планы здесь есть, и мы будем над этим тоже работать. Спасибо большое. Спасибо большое. Ранее глава Кыргызстана Садор Джапаров отметил, что русский язык не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне. Его статус закреплен в нашей Конституции. И я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе, отметил президент. Русский язык в Кыргызстане наряду с государственным кыргызским языком используется в государственном и муниципальном управлении, в сфере образования и в средствах массовой информации. Значительная часть населения страны также пользуется и другими языками, не имеющими формального статуса. В последние годы в стране набирает тренд мультиязычное образование, когда детей учат сразу нескольким языкам с детского сада – трем и более. Редактор субтитров А.Семкин